так вот запись началась прекрасно привет расскажи что там ребеночек твой как он использует приемы по ключу что он делает у меня ребенок когда делает шалтай болтай делает делает у нас есть такое упражнение она сама придумала жучок на спине падает и начинает трясти руками ногами у нее такая разгрузка она так делает наши занятия она так делает свою разгрузку она придумала себе на и очень помогает по системе получается то же самое повторяемые движения ну понятно что у него что-то изменилось за это время как она стала этими упражнениями конечно она в музыкальную школу ходит потому что и без этого ходила без этого ходила в музыкальную школу но сейчас так как у нас нет инструмента на данный момент и ходит она сейчас довольно редко но она быстро хватает объем который она пропускает она за урок под конец уже сидит играет его хотя другим детям надо месяц полтора для того чтобы это все выучить супер я очень рад я очень рад передали ребенку привет от меня слушай а что ты мне говорила в прошлый раз о том что там ты хочешь какой-то выставить юмор что там хомячок у нее что ли что ты мне рассказывала она это она делала разгрузку а потом у нее посетила юмор и часто после разгрузки посещает юмор и хочется шутить вот и она начала показывать как ее два хомяка и шиншилла делают разгрузку вот и что то есть она на себе показывала как она на себе показывала вот она там я выставлю видео где она показывает как хомяк или там короткими своими лапками делают разгрузку она играла роль хомячка она играла роль хомячка играла роль шиншиллы и вообще вот с разгрузкой у нее открылись такие таланты. Раньше этого заметно так не было. Так поэтому мы актёров обучаем снимать заживы с помощью наших упражнений для того, чтобы они раскрепощались и могли в любой образ пустырь ходить. А твой ребёнок в образ Шичилы ходит. А Джек Николсон, знаешь, что делал? Он же в детстве вообще во сне ходил. Он такой лунатик был в детстве. У меня дочка тоже ходит. Да, ну вот. И Вольф Мессинг тоже. А вот это им что помогало? Им это помогало входить в образ. И вот когда это совпало с его желанием, когда Джек Николсон решил стать актёром, он так легко входил в образ, что он сделал такие гениальные роли. Такие фильмы прекрасные. А Мессинг совпало с его желанием быть артистом. И он входил в это в роль, сам входил в это состояние. научился входить в это состояние, которое у лунатиков случайно включалось по ночам в детстве, понимаешь? Они как бы овладели этим. И это совпало с их деятельностью. И там они стали выдающимися. Мессинг там на вопросы отвечал, которые себе задавал. Где там кто что-то спрятал в зале. А Джек Николсон входил в это состояние и перевоплощался в роль. Он там такие роли играл прекрасные. А вот люди есть, у которых это не совпадает. И вот он не знает о том, что он легко входит в это трансовое состояние. Вообще не знает об этом. Не знает своих, чем заняться, способностей. Не знает. И когда у него шибко происходит, шибко, допустим, ногу повредил, или еще что-то, в каком-то случае задыхаться начал. Случайно. А поскольку он легко туда в транс сходит, он начинает себе накручивать, накручивать, и у него возникает психосоматическая болезнь. А мы им, этим людям, когда даем разгрузку, они выходят из этого состояния. То есть из гипноза своего собственного выходят. Понимаешь? И поэтому психосоматика излечивается. Я тоже так вышла из такой психосоматики собственно. Поэтому, когда человек занят любимым делом, как Джек Николсон или Мессинг или кто-то другой, у них вот это работает для них. А которые не нашли своего любимого дела и заняты, вынуждены играть чужую роль, допустим. Но он, ну никакой он, допустим, там не артист, но ему по моде захотелось или родители заставили пойти в Щукинское училище обучаться. И вот он сам себя мучает, сам себя мучает, и у него психосоматика наступает. Понимаешь, поэтому главное, чтобы человек понял, чем бы он хотел заниматься, вот как Джек Николсон. Он хотел быть актером и стал актером, а другой хочет быть директором. Так пусть будет директором. Ну, зачем нам добиться этого намного легче. Зачем нам играть чужие роли? И вот, когда человек вот пользуется ключом, то есть там вот у нас же есть элементы, когда он представляет себе, ну, что он в детстве, во что он любил играть. Он же играл роль, правильно? Да. И когда он во время разгрузки добавляет упражнения, которые, ну, как в детстве, во что он любил играть, и начинает это моделировать, но это уже элементы ключа, моделировать опыт прошлых действий. В детстве, вот он играл, я любил, например, под столом сидел в детстве и рулил самолет, вел, понимаешь, и даже сам себе там, уууу, как будто я летчик такой, понимаешь. И когда я вдруг это вспомнил, я понял о том, что дети в этот момент были свободны, когда они играли в эти игры. Они же в этот момент не думали, как это рулить, как стараться. Они же не боялись, что им за это пятерку или двойку поставить. они делали от души, поэтому лечиться можно только свободно. И поэтому, когда взрослый человек играет роль, ту, которую он хочет играть, свою роль, а не чужую, он становится свободным и избавляется от всяких невротических нарушений. Ну, я думаю, что моей дочке как раз таки будет легче с определением из профессии и так далее, потому что она же делает разгрузку, то есть получается она с детства приучает себя к этой свободе. Да, 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 и потом становились взрослые, начинает уже уметь думать свободно и на ответственную тему. Вот, поэтому у них развивается уверенность в себе. Во, во, во. А сколько минут она делает? Ну, ладно, мы об этом потом поговорим. Давай, целую, молодец, молодец. Посмотри, как там она в школе хомо-футурусе. Давай мы эту запись туда поставим. Давай. Хорошо. Давай. Счастливо.